А вот в те годы, в 70-е, 80-е, знали вот Хазанова артиста, Хазанова на сцене. Да. А ведь очень редко тогда практиковалось вот общение с артистами... Как с личностями? Да, во-первых, я... Только персонаж был, да. Нет, Жень, во-первых, я в то время, может быть, еще как личность для средств массовой информации, не был сформирован. Во-вторых, если бы в том виде, в котором я был сформирован в конце 60-х годов на Маховой, в Доме культуры, гуманитарных факультетов, МГУ, там, где была сосредоточена, я бы сказал, франдерская мысль, и когда все, что не имело смысла борьбы с режимом, для меня не имело смысла, я не думаю, что меня как личность могли рассматривать, кроме как сомнительной личности, не титульной национальности. А если учесть, что я 10 лет был невыездным из страны, благодаря клейму, которая... Это в какой период эти 10 лет? 76-й по 86-й. Да. Благодаря клейму, которая была на моем личном деле в Комитете государственной безопасности, где было написано «Пособник международного сионизма». Ух ты. Да. Это по тем временам была очень серьезная наклеечка. Да, я думаю. Поэтому кто мог со мной беседовать как с личностью? Только голос Америки. И, может быть, радиус свобода. В 19.30 на телеканале Москва-24.